В эфире новости телестудии Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. В Аксайе прошел семинар для организаторов летних и пришкольных лагерей. Продолжаем выпуск телевизионных передач 100 лучших учителей учреждения образования Бурлинского района. Лето – это время новых открытий и захватывающих приключений, ярких событий и встреч с интересными людьми. Лето – это такое время, когда в стенах детского лагеря так легко находятся общие интересы и можно познать себя. Пара детства в летнем лагере особенно прекрасна и незабываема, наполнена насыщенными днями, остающимися в памяти детей на многие годы. Задача взрослых в это время – оказать качественный отдых и оздоровление, обеспечив прежде всего безопасность детей. В рамках старта летней оздоровительной кампании детей 2018 года были поставлены цели обсудить новые законодательные акты в сфере отдыха и оздоровления детей, ознакомиться с требованиями надзорных органов, основными требованиями по обеспечению безопасности детей, с эффективными практиками организации отдыха детей, взаимодействием в системе организации отдыха и оздоровления детей. В 2018 году учащихся в первых десятых классах, это 832 ребенка, по району в 24 школах этим летом работают пришкольные лагери. В третьем потоке 50 детей из социально уязвимых слоев населения будут иметь возможность поехать на оздоровительный отдых в лагерь Булаша, что в городе Шымкен. Компания Эйни посредством финансирования через компанию КПО БиВи отправляет два их детей из Оксая на отдых в Италию. Несмотря на то, что учебный год закончился, работа надзорных органов продолжается на летних каникулах, и главным для них является безопасность наших детей. По словам специалистов, количество правонарушений в этом году меньше по сравнению с прошлым годом. И главная задача – чтобы школьники во время каникул не совершили правонарушений. Предотвращение преступных действий – вот наша задача. Ежели все-таки это случилось, необходимо сообщить участковому инспектору или же позвонить по номеру 102. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводили различные семинары, собрания с участием родителей самих школьников. По профилактике правонарушений – главное требование при приеме детей в лагере, чтобы родители в письменном виде предоставили список людей, которые могут привезти и забрать ребенка. Так как после лагеря дети, за которыми не приходят взрослые, могут или не дойти, или оказаться в не очень хорошей ситуации. К примеру, его по дороге могут обидеть или другое. Поэтому я призываю вместе позаботиться о безопасности наших детей. Комплекс актуальных вопросов по организации отдыха, медицинского обслуживания и обеспечению безопасности детей, организации питания в летних оздоровительных лагерях, профилактике гельминтозов и кишечных инфекций был рассмотрен на семинаре. К примеру, именно в летний период происходит обострение, часто поступают дети с заражением. Одним из основных путей заражения являются пища, грязные руки или предметы обихода. Первыми симптомами острых кишечных инфекций являются рвота, тошнота, потеря аппетита. У детей зачастую обезвоживание. Специалисты рассказали об острых кишечных инфекциях. Самое распространенное летом – это дизентерия и сальмонеллез. Сальмонеллез – это у нас чаще всего через продукты, получается, пищеварение. Именно это у нас, например, торты, кремовые изделия, потому что они долгое время стоят на витрине и проходят период, когда уже начинается рост патогенных бактерий. Поэтому особое внимание уделяется тому, что дети кушают именно при молочных продуктах, какие молочные, проходят ли они термическую обработку. И затем, как обычно, это профилактика именно мытье рук, частое мытье рук, потому что бегают часто на улице, хватают все, что ни по поди. Вот основной из признаков. Потом, если даже ребенок жалуется на то, что у него тошнота или же неправильный стул, скажем, жидкий, начинается понос, пускай это будет один раз. Но любой понос, даже один раз, даже у взрослого человека, это является то, что организм уже отравлен. Значит, есть какая-то патогенная или же бактерия, или же вирус. Поэтому сразу вызывать своего медика. Участники семинара рассказали о мерах профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, ознакомили с правилами работы детских учреждений отдыха. Специалисты отделов рассказали о недопущении чрезвычайных ситуаций на воде, на дороге, а также были отмечены новшества лагерной жизни. Одна из приятных новостей для лагерей в этом году. 25 детей из каждой школы имеет возможность бесплатно посетить бассейн в спортивном комплексе Аксай. В частности, выполнять различный комплекс упражнений, заниматься физической культурой и получать для себя полезную информацию. В период работы летних лагерей санитарные врачи будут контролировать вопросы полноценного сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей в лагерях. Также на контроль будут поставлены организации противокрещевых обработок, мероприятия по борьбе с грызунами, проведение профилактических медицинских осмотров и гигиенической подготовки работников лагерей и другие немаловажные вопросы. Мера Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужеев, телестудия «Карачаганак». В рамках проекта «Остаз» Узгерстер Ельшесе продолжаем выпуск видеоколлекции о 100 лучших педагогах Бурлинского района. Касенова К.Р. Жамал Капушевна четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современной казахстанской школой. Позиция педагога характеризуется стремлением к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований. Касенова К.Р. Жамал Капушевна знает теорию и методику преподавания предмета в соответствии с государственными образовательными стандартами, имеет глубокие знания своего предмета и смежных дисциплин, значительно превышающие объем школьной программы, умеет использовать инновационные формы, методы и средства обучения. 29 лет назад я впервые как молодой специалист переступила порог школы. И вот уже в течение 29 лет можно сказать, что я посвятила свою жизнь школе, я посвятила свою жизнь детям. Существует такое мнение, особенно в современном мире, что учитель это не самая лучшая профессия. А я вам скажу с уверенностью, это самая лучшая профессия в мире. Почему, спросите вы? Я думаю, ответ очевиден. Когда находишься рядом вот с такими детками, которые только что сейчас находились в этом зале, но лучшего счастья для меня нет. Сразу же забываются и бессонные ночи, забываются такие моменты, когда кто-то не подготовил урок, когда кто-то был недоволен, может быть, той оценкой, которой учитель оценил его знания. На уроках и во внеурочной деятельности учитель всегда применяет знания основ педагогики, детской возрастной психологии. У Каиржа Малкапушевны добрые простые отношения с детьми. Касенова Каиржа Малкапушевна владеет сама и прививает детям методы научной организации труда. Каиржа Малкапушевна ежегодно обобщает и распространяет собственный педагогический опыт через открытые уроки, выступления на районных и областных семинарах, педагогических чтениях. Я счастлива, что у меня так очень много учеников, которые, оправдывая мои надежды, выступают в различных конференциях, участвуют в различных олимпиадах, завоевывают призовые места. И если вот спросят, обычно у женщин возраст не спрашивают, но когда спрашивают о возрасте, женщина пытается скрыть, а я говорю, а я вечно молодая. Почему? Потому что мы находимся всегда с юными, молодыми людьми, с детьми. Каиржа Малкапушевна награждена грамотами районного отдела образования, областного управления образования, благодарственным письмом Национального центра тестирования. Учитель Касенова Каиржа Малкапушевна пользуется уважением у коллег, детей и родителей. Проста в общении, всегда небезразлична к защите чести школы. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok